Итак, всем доброе утро! Сейчас у нас 20 минут 10 утра, 20 октября. И как я и говорил вчера, что у нас биткоин не откатывается, и соответственно он пошел еще выше. Вот мы можем заметить, что отката сильного не было. Мы опустились до 11660 и в итоге пошли выше, и сейчас стремимся перебить 11800. Но пока что у нас это... Ну, не то что не получается, но мы не откатываемся, но видно, что стопорят цену. Но ничего. В принципе, я думаю, мы может и перебьем 11800, возможно там завтра-послезавтра будет коррекция, потому что мы уже четвертый день подряд растем, можно сказать. Ну, может быть, если не учитывать этот день такой остановочный в боковике, то третий день подряд. Ну, посмотрим. Перебьем мы 12000 или не перебьем, но, как я и говорил, в принципе, по часовику все отработало, отката сильного не было. Вот до 11660 и сейчас пытаемся перебить 11800, идем туда наверх. Ну, давайте посмотрим по-быстрому и по остальным монеткам, что там происходит. Решил такой обзор с утра сделать. Эфир ничего, в боковике затормозился. Линк ничего в боковике. Дальше по основным монеткам. XRP. XRP приподнимается, пытается идти к 26 центам, но опять же-таки рост вслед за битком. Эфир классик. Эфир классик. Ну, пока что, я не скажу, что он пойдет вниз, но пока что он стоит, здесь его тормознули вчера, сломали ему вот это поджатие и получилось выравнивание. И, соответственно, сейчас он стоит в боковике, вполне возможно, пойдет опять на ближний рейтест и попытается затестировать уровень. Ну, если биток пойдет выше, естественно. Так, дальше. Neo. Neo у нас потихонечку пошел наверх. Сейчас 17,5 долларов. Дальше Qtum. Ну, по основным монеткам пройдемся. Qtum что-то пытается тут запилить этот уровень, но если провести даже линию ниже, ну, пытается закрепиться что-то ниже, чем 2,2 доллара. Да. Пока что вот так вот. Zcash. По Zcash. Zcash у нас стоит в середине канала. Пока что ничего особенного. По 64 доллара. Здесь, опять же-таки, остановили это движение. Так. Еще какие у нас монетки. Еще у нас Dash. Dash. Dash подросла вчера, получается, да, на 12 долларов. И сейчас видно, что сильного отката нет. Вполне вероятно, может пойти еще выше вот сюда. Ну, возможно, здесь где-то скорректируется и будет какая-то консолидация в середине канала. Такого локального. Так. Дальше еще по основным монетам у нас Ada Cardano. Ada Cardano. Ничего, в середине канала. Здесь, опять же-таки, тормознули вот это трехдневное движение. Дальше. XLM Stellar. XLM. XLM у нас подрос, получается, на 8 пунктов. Но если брать отсюда, то вообще он подрос на, получается, 13 даже. Да, 13 пунктов. И сейчас пытается идти к уровню 88-86. Ну, к 8 центам. Практически. Ну, там, к 9. Поэтому, если биток пойдет выше, то вполне вероятно, что мы увидим здесь закрепление свыше этого уровня. Так, дальше. Монеро. По Монеро. Монеро у нас все-таки пошел наверх, приподнимается потихонечку. И сейчас он у нас 126 долларов. На 6 долларов он уже отрос от 120, получается. Да, и потихоньку идет наверх, но пока что 129 долларов он еще не перебил. Но, опять же таки, если биток пойдет выше, хотя мы видели полную раскорреляцию Монеро с битком, и Монеро вот стремительно шел, получается, где-то месяц даже. Даже полтора, наверное. Ну, да, может, даже полтора месяца он шел наверх и практически бессильной какой-то коррекции. Поэтому вполне вероятно, что Монеро может пойти еще дальше. Так, дальше. BNB. BNB у нас. И Лайткоин, да, я помню еще. BNB ничего, пока что идет вниз. И вполне вероятно, может пойти на ближний айтест и затестировать уровень 32. Но, опять же таки, тут у него тоже была раскорреляция с битком, поэтому он может повести себя своеобразно. Будем дальше наблюдать. Лайткоин. По Лайткоину. Лайткоин пытается закрепиться свыше 48 долларов, но тут как-то уровень запиливают. 45 минут, 30 минут. Ну, пока что я ничего тут такого не вижу. Пытается закрепиться свыше, но что-то ему трудно это получается. Но если биток сегодня выше еще сходит, то вполне вероятно, вот у нас у X7-99. Пока что ничего особенного. Что-то стоит он. Так, дальше еще Йота. Йота, я помню, такая монетка. Йота. Ничего, продолжает стоять в канале, в середине канала. Но если еще какие-то монеты встретим, может я не все глянул. Так, Лиск. Лиск у нас ничего, в середине канала. Дальше Юни. По Юни ничего. Стоит боковики. Игрик и Фай. Игрик и Фай тоже продолжает стоять. Ничего. Так, Ада когда нам была? Xxp было. Xxp. Xxp ничего. Валится по чуть-чуть. И стоит в середине. Дот. Дот, опять же-таки, нисходящий тренд. Но здесь какая-то консолидация. Пока что ниже ключевого уровня не падает. А, трон еще. Ну, сейчас глянем. Игрик и Фай ничего в середине канала. Трон. По трону. Ну, трон пока что не перебил 2,7 цента. Пока что консолидируется возле этого уровня. То есть, 3 раза он пытался пробить. Но, раз он пытался несколько раз пробить, скорее всего на 4-5 раз, я замечал такую тенденцию, что на 4-5 раз монеты пробивают все-таки уровень и закрепляются выше. Но на криптовалютном рынке может быть все что угодно. Поэтому, если биток не пойдет наверх, то трон, скорее всего, тоже пойдет вниз. Так, дальше у нас Тета. Тета ничего. Пытается идти к уровню 59 центов. Дальше. Тефюэл. Тефюэл чуть-чуть приподнялся. Да, чуть-чуть приподнялся на 1 пунктик. Дальше у нас идет XTZ, Тезос. Тезос ничего в середине канала. Опять же таки идет на понижение. Дальше. Бэнд. По Бэнду ничего консолидируется возле уровня 5,7 долларов. Дальше у нас идет Атом. Космос. Пока что не идет ниже 5,4 доллара, но здесь локально нисходящий тренд. Поэтому смотрите внимательно. А, Иос еще монетка. Да, сейчас глянем. Вет. Вет у нас в середине канала находится. Не падает ниже 1,1 цента. Пока что ничего. Иос. Иос. Ну, опять же таки, ничего особенного. Стоит в середине канала. Ну, тут немного приподнялся. Но тут видно, что тормознули такое двухдневное движение. Дальше. А, суши. Ну, по сушам тоже ничего стоит. Так, ребят. Так, ребят. У меня, получается, выключилась запись. Не знаю, какого-то хрена. Поэтому придется сейчас дозаписывать видос. Я тут наговорил, а потом я заметил, что у меня запись выключилась, оказывается. Ну, ладно. Будем сейчас записывать дальше. ОМГ. Я проговорю еще раз то, что я сказал до этого. ОМГ. Локально нисходящий тренд. Поэтому вполне может провалиться ниже 3,3 доллара. Так, после... Я остановился на сушах. Ну, хорошо. Алга. Алга ничего в середине канала продолжает стоять. Да, вот это я тупанул, конечно. Монера мы видели уже. Так, дальше. После суш. Так, Алга, Монера, CRV. Ну, CRV продолжает валиться. Тех, кто вошел вот здесь вот по 4 доллара, там, и так далее, в 10 раз он упал. Тем, можно сказать, повезло. В плане шартов. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. После суши. Где тут суши, суши? Сейчас. Где тут эти суши? IOS, ALGA, CRV, ADA, Zilliqa. Zilliqa. По Zilliqa ничего. Находится... У нас, опять же-таки, в середине канала. После двухдневного роста тут пошла коррекция. И, соответственно, тут ее тормознули. Поэтому будем наблюдать за ней дальше. Так, остальные монетки сейчас посмотрим тоже. Блин, ну вот это надо же было, так запись выключилась. Просто пипец. Кава. По каве провалилась ниже 2 долларов, поэтому вполне вероятно может пойти ниже, но отката сильного нету, поэтому будем наблюдать дальше за ней. AREN. AREN ничего стоит в середине канала, но... Ну как, локально. Ну, здесь она нисходящий тренд у нас формирует, но сильно пока что вниз не откатывается, ниже 30 центов пока что не идет. Будем наблюдать дальше. Так, после AREN у нас идет Waves. Waves у нас после 8-дневного роста вот здесь у нас пошла 3-дневная коррекция, поэтому... Но сильного отката пока что нету, поэтому вполне вероятно, что если биткоин придет наверх, то можем затестировать уровень 3,55 долларов. Поэтому будем наблюдать. Дальше после Waves у нас идет... Сейчас посмотрим. После Waves у нас идет Anthology. Anthology у нас консолидируется возле уровня 55 долларов. Ой, вернее, 55 центов. А здесь у нас, если с марта, смотрите, он вырос, получается, в 3 раза. С 30 центов до 90. Но если покупать здесь, допустим, как инвестицию, то если до 1 доллара дойдет приблизительно, там может быть чуть больше, то это будет 2X. Так, ну, в принципе, сейчас посмотрим. Я вроде бы все монетки здесь глянул. Поэтому будем... Ну, они все равно там, по-моему, в списке у меня есть, но, правда, не все. Ну, вот этом боковом. Поэтому сейчас суши-суши. После суши... Сейчас суши-суши. Где они? Вот. OMG, XMR, Monero. Ну да, вроде бы все глянул. Bitcoin Cash, по-моему, я не знаю. Смотрел, не смотрел. Ну, давайте еще раз. Bitcoin Cash. Ничего, здесь находятся боковики. Двухдневное такое маленькое движение тормознули. Пока что у 207 долларов. Так, запись идет, да? Да, запись идет. Все отлично. Так, Ava продолжает валиться вниз. TCT в середине канала. NBS ничего. Сербин. Ну, слава богу, что она хоть что-то записалась. У меня там 6 минут чем-то, 6,5 минут на записывалось. Поэтому приходится теперь сейчас дозаписывать. Ну, ничего, склею эти два куска. Ничего страшного. ZRX ничего. В середине канала. Но, опять же-таки, я могу сказать по монетам, что они либо валятся, либо находятся в середине канала. Либо сейчас консолидируются возле своих ключевых уровней. Ничего. Ну, ничего особенного по ним не происходит. OMG. Так, мы смотрели уже. Может завалиться вниз. Поэтому будьте внимательны. OGN. Ничего. GTO. Ну, то есть, монетки валятся, либо находятся в середине канала. Тут даже обсуждать особо нечего. Поэтому я сейчас по-борому посмотрю. Посмотрим, что по ним происходит. Ну, ничего. Монеты, то есть, валятся. Хотя, на удивление, биток подрос, а монеты валятся. Как-то несоответствие немного. Хотя, ну, как бы, да. Он немного тормознул свое движение. Но все равно, как бы. Кстати, поджасту будьте внимательны. Тут такая красная свеча. Сейчас посмотрим на объемы. Здесь 13, 13, 17, 19, 28, 6. Ну, 6 это потому, что только начало дня. Поэтому. Но вполне вероятно, что может завалиться еще ниже. Поэтому будьте внимательны на этот счет. Она уже завалилась, получается, с 7. Ну, где-то в 3 раза практически, да. КМД. КМД, так. КМД ничего. Здесь лоу получается 50. Ну, ничего пока что. ЛРС ничего. Запил уровня 17,5. СОЛ ничего. ЛРС ничего. Ну, да. ЛРС ничего пока что. Забил уровня СОЛ ничего. СРМ ничего. ИГКФА здесь консолидация пока что выше. 15, 15,700 не пускают. МАТИК. По МАТИКу консолидация возле 1,6 центов. Но видно, что ниже пока что не пускают. Удерживает лимитный покупатель. СКСП ничего. БЕНТ ничего. ТФИЛ ничего. БЕНТ валится вниз. МКР. Ничего. То есть монетки. Ну, да. Некоторые подросли вот такие, как НАНА. Вот она уже растет, получается, третий день подряд. С 8. Ну, да. На 10 центов она подросла. Если отсюда брать, то на 20 центов. В принципе, да. Ну, следующая у нас у нее остановка. Это где-то 90... Ну, где-то 92-96 центов. Будем наблюдать. Ну, а потом доллар. Соответственно, 1,1 доллар. Там FTM пытается провалиться ниже 2,5 цента. GBP ничего. ВИТИ и ЧОУ ничего. КОТИ ничего. ФАН. По ФАНу. По ФАНу тоже ничего. XZC. Ну, то есть монетки либо стоят. GXS, опять же-таки, консолидируется возле 40 центов. Надо перебить отметку 45. Здесь не получилось. Но раз консолидация, скорее всего, будем попытаться потом в дальнейшем пробить ее. АЕП пытается, опять же-таки, поджаться к уровню 14-3 доллара. Пыталась пробить ее 1, 2, 3 раза. И теперь на четвертый раз пытается пойти дальше. Доги. Ну, Доги тоже не откатывается от этого уровня. Вполне вероятно, что сможет пойти и закрепиться выше. Так, по Доги. По Доги у нас, по Доги у нас. По Доги у нас, получается, 27 тысяч. 27 тысяч страт. Страт консолидируется здесь у нас 40. Да, 40 центов. Да, 40 центов. Ну, пока что вниз не валится, но вполне вероятно, что может завалиться до 35 центов. Здесь локально такой нисходящий тренд, но пока что видно, что лимитниками не пускают ниже 40 центов. МТЛ валится вниз, МДТ ничего. То есть, видим по всем монеткам. Ну, не по всем, по большей части монет. Может быть, там 90-95%. Они либо находятся в консолидации, либо корректируются, либо валятся вниз. Ну, некоторые из них вот подрастают. Здесь подросла на сколько? На 10 центов. Но, опять же таки, да, миф закрепился свыше уровня 18. Ну, там, 1800 миф. Сейчас. FTT ничего, MFT ничего. Миф ничего. Тома. Сейчас. FTT. 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 FTT ничего. MFT. MFT low 1800. Миф. В середине канала. Тома валится ниже уровня 60. Но 70 центов. А N. Ничего. Смотрели ST5. Возле уровня 1.6 цента. Сейчас. NKN. NKN консолидируется возле 1.7 цента. NULS. По NULS ничего. В Rx ничего. Возле уровня 9.5 цента. VTC. Ничего. Пока что пытается тут запил уровня по объемам. 1.4 цента. Ну объемы пока что затухают. Кава. Смотрели. Data. Опять же таки не пустили выше 5 центов. Так. ICX. ICX ничего. Консолидация. В середине канала. ИОС ничего. ПНТ в середине канала. Ничего. КНС в середине канала. Ничего. Хайф. Ничего. СИЧАР. Не пустили. Не дали закрепиться свыше 3 центов. Валится вниз. На часовике если посмотреть. Ну да. Валится вниз ниже 3 центов. СИЧАР. А сейчас. СИЧАР. СИЧАР. Ничего. СИЧАР в середине канала. Да. СИЧАР в середине канала. СИЧАР. Возле уровня 1 цента. Ничего. БНБ. Тоже ничего пока что. Но сильного отката нету. Поэтому вполне вероятно. Можем пойти на ближний тест. Ну что ж. По биткоину в принципе как и ожидалось. Мной пошел рост. И видим идет рост до 11.800. На данный момент вот. Можем даже глянуть. 40 минутка. Там 15 минутка. Вот. Идем постепенно. Вот у нас уже 1, 2, 3, 4. 4 15 минутных свечей. Это получается у нас. Это получается у нас уже целый час практически идет. Да. Целый час идет. Практически. Рост до 11.800. 11.800. И соответственно посмотрим сможем мы перебить эту границу или нет. Ну следующая остановка соответственно там 11.900. 11. Ну более такая глобальная 12. 12.330. Поэтому вот так вот. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. И всем пока.